Медиагруппа «Авангард» представляет Наша секция называется «Взаимодействие организации финансовой сферы и правоохранительных органов». Идея данной секции возникла ровно год назад на Уральском форуме, поэтому мы решили провести ее в этом году. Уважаемые участники, вы все прекрасно знаете, что по итогам 2019 года наблюдается тенденция увеличения количества преступлений, связанных с мошенничеством в отношении физических лиц. Такое увеличение обусловлено ростом в 2019 году количества и объемов несанкционированных операций, совершенных со счетов физических лиц, а также побуждение владельцев средствомостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием. Это так называемые методы социальной инженерии. Конечно, в основе преступлений лежит вытечка персональных данных физических лиц, а также отсутствие у граждан понимания, как правильно хранить свои данные в эпоху высоких технологий. Основная схема в арсенале мошенников – это мошенничество с использованием мобильных телефонов. Мошенники звонят гражданам, представляются представителями служб безопасности банков, пользователей различных интернет-ресурсов и с помощью всевозможных ухищрений выманивают данные о банковской карте, о паролях, с целью дальнейшего доступа в личные кабинеты и хищения денежных средств. В 2019 году были выявлены случаи хищения денежных средств с использованием вредоносного программного обеспечения. С учетом всего вышеизложенного – утечка персональных данных, низкая финансовая и киберграмотность населения, сложная схема взаимодействия государственных органов, кредитно-финансовых организаций, слабая уголовно-процессуальная база и практика привлечения преступлений за киберпреступления – все это приводит к свободе действий и ощущению безнаказанности преступников в существующих реалиях. Так ли это на самом деле? Какие меры предпринимают государственные органы, коммерческие организации по борьбе с так называемой киберпреступностью? Несколько слов хочу сказать, что делает Департамент информационной безопасности Банка России для организации взаимодействия с правоохранительными органами. В 2019 году Департамент информационной безопасности осуществлял блокировку выявленных фишинговых ресурсов и ресурсов с вредоносным программным обеспечением. Хочу сразу отметить, что в 2019 году по сравнению с 2018 количество данных ресурсов увеличило в 5 раз и составило более 10 тысяч. Более 1100 ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение, тоже было направлено на блокировку. Что касается методов социальной инженерии, более 13 тысяч телефонных номеров было направлено на блокировку, что по сравнению с 2019 годом увеличилось в 29 раз. Коллеги, я обращаю ваше внимание, в 29 раз. Типы мобильного мошенничества делятся следующим образом. 47% мошенники используют для получения доступа к личному кабинету жертвы. 34% – это собственноручно переведенные денежные средства пользователями на счета злоумышленников денежных средств. 13% – это кражи, совершаемые при покупке и продаже товаров в интернете. И 6% – это смс-сообщения, так называемые сайты ЛЖБанков, где мошенники получают данную информацию для совершения своих преступлений. Также было заблокировано 370 массовых фишинговых смс-рассылок. Департамент информационной безопасности взаимодействует по следующим вопросам с МВД России, со Следственным комитетом, с Федеральной службой безопасности, с Генеральной прокуратурой и подразделением Интерпола в России. Что касается взаимодействия с Госсопкой. В 2019 году было направлено более 478 тысяч доменов, рассылающих вредоносное программное обеспечение. Более 80 тысяч доменов с фишинговыми ресурсами. Так как взаимодействие у нас осуществляется в обе стороны, от Госсопки мы получили порядка 60 сообщений о выявленных угрозах. В рамках взаимодействия с Генеральной прокуратурой направили более 250 доменов с целью ограничения доступа на территории Российской Федерации. Также в Департаменте информационной безопасности существует техническая лаборатория. В 2019 году специалисты Департамента по запросам правоохранительных органов провели 21 исследование носительной информации, подвергшейся воздействию вредоносного программного обеспечения при совершении хищений. Было осуществлено 5 исследований мобильных устройств, скиммеров и иных технических устройств. А также было осуществлено 5 выездов по запросам поднадзорных организаций и их клиентов для своевременного реагирования на инцидент. Что делает Департамент информационной безопасности Банка России при хищении денежных средств? Прежде всего мы организуем взаимодействие с кредитными организациями получательными денежных средств. Занимаемся организацией взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам оперативно-розыскной деятельности, а также оказываем иную помощь, направленную на содействие в блокировке похищенных денежных средств. В 2019 году сотрудниками Департамента информационной безопасности Банка России более чем по 180 эпизодам оказано содействие в расследовании хищения денежных средств кредитно-финансовых организаций и их клиентов. Хочу отметить, что хищение денежных средств и среднее время, которое преступники тратят на эту деятельность, составляет 1-2 часа. С момента, когда поднадзорная организация обращается в Департамент информационной безопасности, проходит 2-3 часа. То есть, соответственно, мы не своевременно можем реагировать на совершение, скажем так, факта преступления при начале атаки. Это коротко то, о чем я хотел сказать и о роли Департамента информационной безопасности при взаимодействии с правоохранительными подразделениями. Есть еще одно направление, или, так сказать, еще один инструмент, который используют злоумышленники с целью хищения денежных средств у граждан. Это финансовые пирамиды. В настоящее время все больше инвестиций в сомнительные проекты привлекаются через интернет. Социальные сети с использованием небольших зарубежных платежных систем и агитационная реклама с лозунгами «Хватит работать на дядю, пора зарабатывать» привлекает в эти проекты еще больше молодежи, а также представителей незащищенных слоев населения. С приходом криптовалюты классические пирамиды переросли в криптоинвестиционные проекты, которые обещают баснословный заработок. Валерий, вопрос у меня к вам. Как бы вы оценили существующую обстановку в этом отношении и какую работу проводит Банк России в части борьбы с финансовыми пирамидами и форекс-дилерами? Начну с ответа на второй вопрос. Какую работу проводит сейчас Банк России в этом направлении? Банк России в конце 2017 года принял решение в отношении деятельности нелегальных участников финансового рынка о необходимости выявления нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид на территории Российской Федерации. В связи с этим были образованы в главных управлениях Банка России по всей стране специальные отделы, которые непосредственно должны заниматься выявлением такой деятельности, и два центра компетенции в городе Хабаровске и в Краснодаре. Один по выявлению финансовых пирамид, и второй по выявлению участников нелегальной деятельности. И раз мы начали с финансовых пирамид, наиболее яркого элемента деятельности мошенников, наверное, на финансовом рынке, и наиболее глубокий след оставивший в сердцах, и не только в сердцах наших граждан на протяжении последних 30 лет, то вот за 2019 год Банком России было выявлено 237 финансовых пирамид, организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. Это больше, чем в 2018 году и 2017 году, но связано это как раз с тем, что был запущен и на полную мощность, в общем-то, начал действовать специальный центр по выявлению таких финансовых пирамид. И фактически через сито, мелкое сито, начали просеиваться все организации, которые действовали и на легальном рынке микрофинансирования, и на нелегальном рынке микрофинансирования и кредитования на предмет наличия признаков финансовых пирамид в их деятельности. И такие признаки в отношении 237 организаций были установлены. Но еще порядка 80 организаций, которые могли бы стать финансовыми пирамидами, мы обнаружили на этапе их формирования деятельности, начала деятельности, и они были в той или иной форме прекращены. Большинство финансовых пирамид рекламируют и распространяют свою деятельность через среду интернет. Ну, таковы реалии сегодняшнего дня, и, в общем-то, с этим приходится считаться, потому что основной канал маркетинга – это именно интернет сейчас. И прошли те времена, когда о финансовых пирамидах рассказывали, там, скорее, на ухо, или там молвах о них ходило. Нет, сейчас все достаточно прозаично. Чем больше ты тратишь ресурсов на маркетинг в интернете, тем больше, естественно, приходит к тебе на твой ресурс потенциальных потребителей, услуг нелегальных участников финансовых пирамид. Непосредственно по стране распределение финансовых пирамид достаточно ровное. Ну, единственное, что в Центральном федеральном округе количество финансовых пирамид, естественно, выделяется. Ну, ввиду того, что основная масса участников финансового рынка, как легальных, так и нелегальных, сконцентрирована в Центральном федеральном округе. Ну, и предпочитают регистрироваться такие компании, если они вообще предпочитают регистрироваться именно в Центральном федеральном округе. По всем остальным регионам распределение плюс-минус достаточно ровное. И большинство текущих финансовых пирамид имеют ту или иную региональную специфику, особенность и предпочитают действовать в конкретных регионах и действовать быстро. Если раньше, мы помним, были компании, якобы компании, а именно финансовые пирамиды, которые росли на протяжении нескольких лет и охватывали собой всю страну, либо ряд субъектов, фактически носили такой федеральный уровень, то сейчас пирамиды живут 3-5 месяцев. За это время они стремятся собрать деньги с граждан быстро и, в общем-то, скорее наживаются на памяти человека о том, что если ты успел вложиться в финансовую пирамиду, то ты когда-то сможешь из нее успеть выскочить. Вот успеть выскочить, это, наверное, та особенность социального инжиниринга, который применяется сейчас в отношении потенциальных потребителей финансовых пирамид, но организаторы их тоже прекрасно понимают, на что идут люди, на то, чтобы успеть выскочить, и вот успеть выскочить они не дают. Как только начинают приходить люди за своими вложениями, якобы инвестициями, то пирамиды быстро закрываются, инвестиционная деятельность быстро прекращается, все падает, ну и компания закрывается. И вы не зря сказали про криптовалюты, то есть основной бум, конечно, в последние годы это на криптовалюты и вообще новые технологии, хайповые технологии, конечно, привлекаются именно с точки зрения рекламы, маркетинга, потому что они наиболее раскручены. Но зачастую вот эти новые технологии начинают ассоциироваться в сознании людей, массового потребителя именно скорее с таким обманом, мошенничеством. Та же самая крипта, если спросить рядового гражданина, с чем ассоциируется, с тем, что это что-то якобы быстро растущее, но также на котором быстро можно потерять деньги, а не как какая-то технология. То есть как продукт псевдоинвестиционной деятельности, а не как технологический продукт. В отношении вообще признаков нелегальной деятельности в 2019 году распределение следующее. То есть не только финансовые пирамиды, на рынке существуют нелегальные финансовые деятельности, которые создают проблему для легальных участников финансового рынка, для регулятора. Но и иные участники, в первую очередь это нелегальные кредиторы, компании, которые не входят в реестр Банка России по предоставлению услуг микрокредитования, микрофинансирования. Нелегальные форекс-дилеры, такой масштабно раскрученный проект по привлечению якобы в инвестиционную деятельность и иная нелегальная деятельность. Это могут быть участники как якобы страхового рынка, так и якобы участники брокерской деятельности. Предлагают инвестиции в различные проекты, начиная от инвестиций, якобы опять же инвестиций в металлы, в ценные бумаги, в какие-то экзотические проекты, такие как путешествия на круизных лайнерах ежегодные. Помните, были таймшеры лет 20 назад? Ну вот таймшеры в каком-то смысле переродились в то, что можно путешествовать раз в год на лайнере, платя какую-то сумму. В общем, скорее проекты направлены на то, что человек долго вкладывает, якобы вкладывает, это естественно не вклад и не инвестиция никакая, это просто взнос мошенникам, но ждет отдачи от своих инвестиций долго, и за это время мошенники успевают собрать и быстро убежать. В отношении мер, которые принимались, в отношении нелегальных участников финансового рынка, по всей стране было достаточно много, но Банк России направил большое количество материалов и в органы прокуратуры, и в МВД, и в федеральную налоговую службу, и в антимонопольную службу для принятия тех или иных мер реагирования. И взаимодействие, которое происходило на рынке в отношении нелегальных участников, это прежде всего коммуникация с правоохранительными органами и коммуникация с органами государственной власти на территориях. В связи с тем, что субъекты непосредственно нелегального рынка, они имеют региональную специфику, и в регионах есть необходимость именно такой планомерной и оперативной деятельности для того, чтобы предотвращать участников этого нелегального рынка. Ну и была проведена первая конференция межведомственная по противодействию нелегальной деятельности, которая, в общем-то, участников работы по противодействию этой деятельности объединила и дала методологические аспекты, объединила с точки зрения применения мер и понимания применения мер и направления в отношении разработки методологической деятельности. Что еще необходимо сказать? Банк России в целом предпринимает работу для того, чтобы способствовать системе неотвратимости наказания за противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке. И важным аспектом является применение трансграничных мер воздействия, ввиду того, что большинство сейчас участников этого рынка, якобы рынка, оно скрывается в иностранных доменах, в иностранных юрисдикциях и даже может быть получает лицензии в островах Карибского региона, к примеру, на ведение финансовой деятельности. То есть только вот вся эта деятельность в России является незаконной и предоставление услуг является незаконным. Мы много говорили про социальный инжиниринг сегодня и, честно говоря, эта проблематика, как мне кажется, будет только нарастать. Я недавно слушал лекцию про поколение, и она мне так чуть-чуть запала в душу, про то, что особенности каждого поколения, между поколениями X, Y, Z существуют сильные особенности, сильные разницы. И вот поколение, которое только вступает на финансовый рынок, это поколение, которому очень сильно требуется коммуникация, которое к коммуникации предрасположено. И участники нелегального финансового рынка, которые строят свою деятельность прежде всего именно на социальном маркетинге, на социальном инжиниринге, а это именно коммуникация, они будут только усиливать свое действие. И вот работу по предотвращению вот этого незаконного социального инжиниринга, вовлечения граждан в незаконную деятельность, в нелегальную деятельность, необходимо противопоставлять. Мне кажется, и легальным участникам финансового рынка есть что здесь сказать, есть что сделать, потому что основная деятельность Банка России по противодействию нелегалам, она направлена и для того, чтобы защитить потребителей финансовых услуг в России, и для того, чтобы создать конкурентное поле для деятельности легальных участников финансового рынка, потому что те же самые нелегалы, помимо угроз для потребителя, они создают угрозы и для легальных организаций, создавая неконкурентное поле деятельности, ввиду того, что их услуги, вернее якобы услуги, они стоят гораздо дешевле, потому что единственное, на что тратится такой нелегал, это фактически на маркетинг. Да и вообще современные финансовые пирамиды, вернее их организаторы, это не люди, которые разрабатывают хитрые схемы финансовой деятельности, потому что финансовой деятельности там, как правило, никакой нет. Это скорее люди, которые владеют хорошо двумя направлениями деятельности, это хорошо владеют маркетингом и самым инжинирингом, то есть умеют создать трафик на какой-то канал, на сайт и грамотно этим трафиком управлять, предлагать эти услуги. Поэтому сфера борьбы с финансовыми пирамидами и с нелегалами, это в большей степени сейчас, наверное, восконтеллектуальная деятельность, направленная в том числе на привлечение технологического инструментария для ее предотвращения. Валерий, спасибо большое за развернутый ответ. Я надеюсь, вы будете продолжать эту правильную практику взаимодействия с правоохранительными подразделениями для пресечения нелегальной деятельности. В эпоху высоких технологий в геометрической прогрессии выросла и сложность расследования преступлений. В настоящее время оперативный сотрудник, расследующий преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уже больше похож на специалиста по информационной безопасности, работа которого связана со сбором цифровых доказательств. Это предъявляет определенные требования по наличию знаний, навыков, опыта при расследовании таких преступлений. Филипп, у меня вопрос к вам. Как обстоят дела с расследованием преступлений и почему Главное управление уголовного розыска занимается данной проблематикой? Уважаемые коллеги, здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить Центральный банк за то, что нас пригласили поучаствовать в этом, на мой взгляд, интереснейшем мероприятии, событии. И вот первая часть, которую я прослушал, я нахожу для себя очень интересной. Я вам в процессе расскажу, почему интересно. Уважаемые коллеги, вы давайте такую легкую, наверное, предысторию. Социальная инженерия. Каким образом, вернее, скажем так, откуда она переродилась? Вы все помните, да, 90-е годы, 2000-е годы. Это так называемое дистанционное мошенничество, когда злоумышленники звонили родственникам под видом, ваш сын попал в беду и так далее. Значит, форма передачи и хищения денежных средств была достаточно примитивна, а именно так называемые дропы стояли под адресами людей, которых вводили в заблуждение. Передача денежных средств происходила лично, ну и, соответственно, люди похищали денежные средства и растворялись. Но, тем не менее, общество развивается, развиваются средства коммуникации, развиваются средства банковских продуктов. И вот мы с вами имеем сейчас колоссальный рост социальной инженерии. Если вам интересны цифры, то органами внутренних дел за 2019 год зарегистрировано порядка 300 тысяч преступлений, которые мы относим именно к преступлениям, связанным с IT-технологиями и так далее. То есть, похищение, то есть, коммуникация преступника с потенциальной жертвой осуществляется посредством или, соответственно, сотовых операторов или IT-компаний, IP-телефонии, СИП-телефонии. Каждое седьмое преступление, тяжкое, особо тяжкое сейчас, совершается вот в этом ключе. Ну, чем это обусловлено? Вы это сами прекрасно понимаете. Это анонимность, это сложность добежать по вот этой вот цепочке до лиц, совершающих данные преступления, до бенефицаров, кто получает денежные средства. Сложность в проведении оперативно-технических мероприятий, сложность в доказывании, потому что вы сами знаете о том, что любая схема, она разбивается. Те же самые дропы, которые предоставляют свои персональные данные для получения карточек, куда перечисляются денежные средства, зачастую используются в темную, как мы называем. И только глобальным умыслом и глобальной разработкой, к примеру, мы можем доказать с вами наличие преступного сообщества, которое целью своего создания ставит задачу это похищение денежных средств у граждан. Вот как бы в своем выступлении я хочу акцентировать тот момент, что мы, в частности, занимаемся конкретными людьми. В выступлениях предыдущих ораторов скользи до бизнес, большие данные и так далее. Но за всеми вот этими вопросами стоит обычный человек, который, введенный в заблуждение или передает какую-то чувствительную информацию, с помощью которой похищаются денежные средства, или сам берет деньги, перечисляет, даже есть факт, вы знаете, когда деньги снимаются, перечисляются через банкоматы и так далее. И вот мы общаемся с этими людьми. Те цифры, которые говорят о том, что это незначительная часть хищений из банковского сектора, зачастую для простого гражданина, для человека, это существенно. Как правило, это все накопления, которые находятся в банке, как правило, это те деньги, на которых люди рассчитывают в жизни, в своей повседневной жизни. Сложность, да? Сложно, очень сложно на самом деле. И вот простому человеку, вот вы знаете и понимаете, ну, раскрыть преступление и, значит, осуществить принцип неотвратимости наказания, чтобы люди понесли ответственность, это здорово, замечательно. Но человек, потерявший деньги, заработанные, он хочет что? Ну, чтобы, естественно, деньги, наверное, возместились. Учитывая, что согласно договоров, передача чувствительной информации третьему лицу не является основанием для выплаты. Ну, я просто знаю, мы общаемся и взаимодействуем со многими банками, некоторые банкиры идут на то, чтобы в каких-то наиболее тяжелых жизненных ситуациях возмещать денежные средства и так далее, и так далее. Но вот возникает, как бы, такой немножко философский вопрос. Вы извините, что вот тут милиционеры рассказывают философские вопросы банкирам. Ну, немножко вот так вот, да? Философский вопрос заключается в том, что с развитием вот как раз всех вот этих нюансов, связанных с банковскими продуктами и с отсутствием, скажем так, кибергигиены наших с вами соотечественников, мы с вами получаем ситуацию, когда деньги похищаются, они распространяются, в принципе, это замечательно, наверное, как бы для экономики и так далее, и так далее. Но мы его, опять-таки, забываем о обычном гражданине, обычном человеке. Не имеет ли смысл вот как бы задаться, наверное, вопросом о механизмах, если мы, к примеру, говорим о том, что хищение осуществляется путем доступа к ДБО, это уж вы меня извините, да, мы не так давно в этой теме, уголовный рост все-таки занимается немножко другими вопросами, но вот мы стараемся как бы поспевать за вами и использовать ваши термины. Не имеет ли смысла, допустим, продумать механизмы, при котором идентификация клиента или идентификация лица, который непосредственно получает доступ к ДБО, она была бы стопроцентной? Понимаете, вот у нас как бы есть некоторые мысли, мы стараемся сейчас, что называется, положить на бумагу для того, чтобы направить Центробанк и для того, чтобы, значит, обсудить вместе с вами моменты вот именно затруднений, хищения, да. Ну, с другой стороны, коллеги, вы вот в разговорах со мной говорите о том, что это усложнит, значит, работу бизнеса, да, это усложнит, значит, этот продукт сделает неконкурентоспособным по сравнению, значит, с коллегами, там. Ну, вот на наш взгляд, на наш взгляд, наверное, целесообразней, чтобы вот как раз под эгидой регулятора, чтобы вот эти общие правила были созданы, выработаны и там выстраданы для того, чтобы вот все-таки вот как-то вот и пресечь в первую очередь, потому что, конечно, раскрывать очень трудно, очень трудно, вы понимаете. Это движения идут фактически по цифровому следу. Для того, чтобы сделать это движение зачастую, даже не зачастую, а в основном, в основной своей массе, это необходимо получение судебной санкции на проведение тех или иных мероприятий, начиная от получения движения по счету, заканчивая какими-то техническими средствами. Это сложно, это сложно организовать и так далее, и так далее. Если мы говорим о том, что, вернее, вы говорите, что в кибербезопасности не так много, скажем так, специалистов, то для нас эта тема, она вообще в новинку, да. И в 2019 году, наверное, вы знаете, была коллегия в МВД, где эта ситуация была поставлена именно во главу. И наработка средств, методов и так далее, и так далее, оно становление, оно только осуществляется. И мы на самом деле рассчитываем на вас, на специалистов, профессионалов, которые уже знают, понимают все вот эти движения, которые необходимо осуществлять. На самом деле, спасибо вам огромное, вы нам помогаете, вы нас учите, мы от вас подпитываемся какими-то идеями. Вот трудность, Владимир Александрович, вот она именно вот в этом, да, в том, что новое все. Но вот это не такое, не мажорное, как бы, это я не в минус, как бы, говорю. Мы будем стараться развиваться благодаря вашей помощи. Спасибо вам. Филипп, спасибо большое за ответ. Участники форума, я напоминаю, что у нас работает новобот, вы можете задавать свои вопросы. И вот один из вопросов, который в настоящее время поступил, соответственно, к нам. Филипп, вопрос к вам. Из той цифры, которую вы озвучили. 300 тысяч обращений граждан зарегистрировано в 2019 году. Преступлений. Обращения, это вершина айсберга, вы понимаете, преступления латентные. Это, ну, кто обратился и, рассмотрев заявление, возбуждено уголовное дело. Уважаемые коллеги, это не заявление. Я понял. Тогда возникает тут некоторый комментарий. Сколько из них возбуждено уголовных дел? На него вы ответили. Да. Вот вы понимаете о том, что законодательство наше, уголовно-процессуальное, оно требует что? При наличии признаков состава преступления. Заявляет гражданин, у меня похищены денежные средства, и вот органы внутренних дел начинают разрешать, выискивать признаки. Ну вот, что называется, вот 300 тысяч нашли. На самом деле, как вы понимаете, преступления латентные, на самом деле, очень часто люди не обращаются, и на самом деле, как бы, это все еще впереди. Как говорят все эксперты в данной области, все это еще цветочки, ягодки будут чуть-чуть дальше. Филипп, скажите, пожалуйста, сколько человек привлечено к уголовной ответственности по итогам 2019 года? Есть такая статистика? Ну, конечно, такая статистика есть. Если вам интересно, значит, выявлено более 44 тысяч, причастных к совершению 65 238 преступлений в сфере IT-технологий. В том числе 15 920 лиц, причастных к хищению денежных средств за счетов граждан с использованием сети интернет. И средств, значит, мобильной связи. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы вот в своем выступлении отметили вопросы социальной инженерии и тех людей, которые стали жертвами. В вашем понимании или вот исходя из опыта и практики, опишите жертву. Кто это? Вот я не зря начал свое выступление как бы с такого легкого исторического экскурса. Бабушки сейчас действительно бабушек меньше. Бабушек меньше. Значит, в основном это, значит, достаточно уже продвинутые люди среднего возраста, которые держат свои деньги в банках, которые используют различные средства коммуникации. Поэтому преступления молодеют. Те лица, которые предрасположены для получения банковского продукта с использованием IT-технологий. Как правило, так. Спасибо большое. Коллеги, мы все прекрасно знаем, что у нас действует 115-й федеральный закон. И я хотел бы, Илья, задать вопрос вам. Что делает Банк России в целях повышения эффективности противолегализационного контроля в финансовых институтах? Какие новые инструменты выявления недобросовестных клиентов, их подозрительной операцией могут быть востребованы в перспективе? Да, Вадим, спасибо за предоставленное слово. Но вы так сформулировали вопрос глобально. Прежде чем коротко осветить ту тему, которую вы обозначили, я хотел бы определенную смышку сделать с Филиппом, который поднял очень важный системный вопрос, связанный с идентификацией тех субъектов, которые имеют непосредственно доступ к счету. Ну, ни для кого не секрет, что в последнее время подавляющая часть операций, связанных с переводами денежных средств со счетов, осуществляется без личной явки представителя юридического лица в кредитную организацию. Как совершенно справедливо сказал Филипп, используя текущую банковскую терминологию, такие операции осуществляются с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. И вот здесь кроется проблема серьезная. С одной стороны, банк, безусловно, обязан провести идентификацию своего клиента, в данном случае юридического лица, с точки зрения тех стандартов, которые определены в упомянутом 115-м федеральном законе. Также он обязан идентифицировать того субъекта, который выступает в качестве представителя, но при этом возникает другой вопрос. Выполнив все эти формальные обязательства, очень сложно банку определить, а кто действительно находится по ту сторону, что называется, монитора. Да, формально там должен быть тот человек, который банком уже был идентифицирован, но де-факто, как мы с вами понимаем, никто на 100% ручаться за это не может. И вот в этом смысле, как раз, возникает вопрос, как сделать так, чтобы банк 100% был уверен в том, что поручение на проведение операции дается тем субъектам, который был идентифицирован, который является прозрачным для кредитной организации и, не дай бог, если что случится, будет прозрачным и для наших коллег из правоохранительных органов. Ну и, кстати говоря, здесь вот такая тема очень тонкая, связанная с относительными новеллами в рамках противорегуляционного законодательства в контексте всем вам известной биометрической идентификации. Мы с вами знаем, что на сегодня вопрос сдачи биометрических данных – это факультатив для гражданина, для физического лица, то есть биометрические данные могут быть собраны только при наличии полного согласия физического лица, такие данные сдать. Может быть, есть смысл, пока только на уровне дискуссии, среди экспертов, всех заинтересованных субъектов, рассмотреть вопрос о том, чтобы лица, которые имеют доступ к счету в рамках ДБО, но в данном случае мы ведем речь о представителях юридических лиц, проходили обязательную биометрическую идентификацию. И в этом смысле, безусловно, я сейчас сразу оговорюсь, я выражаю свое экспертное мнение, мы бы существенным образом повысили бы прозрачность тех транзакций, которые юридическими лицами проводятся, потому что ответственность за проведение такой операции вышла бы на новый, более высокий качественный уровень, с учетом понимания того, что финансовая организация, потенциально правоохранительные органы всегда понимают, какое конкретное физическое лицо давало поручение на проведение операции по счету. Вот такое маленькое отвлечение, смычка с той темой, которую озвучивал Филипп. Коротко расскажу о том, что делает Банк России в рамках своей профильной деятельности, связанной с противодействием легализации преступных доходов. Но ни для кого не секрет, об этом много говорится на различных публичных площадках. На такой новый, более качественный уровень противодействию сомнительных операций в финансовой сфере мы перешли где-то на рубеже 2013 года. Почему именно этот год характеризуется переломом? Этот год характеризуется переломом ввиду того, что наконец-то по инициативе Банка России кредитной организации были наделены дополнительными полномочиями по противодействию недобросовестным клиентам, которые проводят сомнительные операции. О чем идет речь? Речь идет о получении банками права отказывать в проведении операции, отказывать в заключении договора банковского счета и в случае необходимости такой договор банковского счета расторгать. Какую ситуацию мы имели до 13-го закона? Мы имели такую ситуацию наблюдателей. То есть мы могли зафиксировать, я имею в виду в целом систему кредитной организации, Банк России, Росфинмониторинг, в последующем правоохранительные органы. Мы могли зафиксировать факт проведения сомнительной операции. Кредитная организация, выявив такую операцию, формировала соответствующее сообщение, которое направлялось в финансовую разведку. Дальше финансовая разведка при наличии достаточных деталей проводила финансовое расследование. И если финансовое расследование приводило к позитивному результату, передавало эти материалы в правоохранительные органы. После чего начинались все сложные процессуальные моменты, о которых я сейчас не буду говорить. Коллеги знают о них гораздо лучше. Но в конечном итоге это все приводило к чему? Найти то лицо, которое де-факто провело сомнительную операцию, было фактически невозможно. Поэтому на том этапе возникла необходимость трансформации системы, изреагирующей на проведение сомнительной операции постфактум, в проактивную финансовую систему. Ну и вот как раз 2013 год, это когда банки не без активной мотивации со стороны регулятора стали активно реализовывать отказные полномочия. К чему это привело? Ну, опять же, есть статистика, которая позитивно характеризует деятельность финансового сектора в этом направлении. Мы выделяем, как вы знаете, три крупных группы сомнительных операций, к первой из которых относится незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Так вот, за шестилетний период с 2013 по конец 2019 года объем таких операций, благодаря совместным усилиям финансовых организаций, надзорных органов, Росфинмониторинга, правоохранительных органов, был снижен более чем в 26 раз. Вторая группа сомнительных операций – это операции, так называемые операции по обналичиванию. При этом, чтобы мы с вами понимали, под эту категорию попадает не только, а в настоящее время, может быть, даже не столько банальное снятие денежных средств с банковского счета, а речь идет о различных, весьма очень изощренных и сложных схемах получения наличных денежных средств, которые в последующем компенсируются за счет проведения очень сложных транзитных операций. Так вот, объем обналичивания за сопоставимый период был снижен более чем в 7 раз. Ну и, собственно, транзитные операции, третья группа – это то, что предшествует обналичиванию и незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации. Работу в отношении сомнительных транзитных операций по мониторингу, выявлению, противодействию мы начали в 2015 году, за истекшие 4 года объем таких незаконных транзитных операций был уменьшен более чем в 7 раз. Вот эта позитивная динамика, она продолжает сохраняться. Опять же, чуть-чуть еще раз утомлю ваше внимание определенными цифрами. Если мы сопоставим 2018-2019 год, то мы с вами увидим, опять же, что незаконное обналичивание уменьшилось почти в 2 раза, транзитные операции, объем транзитных операций уменьшился более чем в 1,5 раза. При этом на исторически очень низком поддерживаемом Банком России уровне находятся незаконные операции по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации. Ну и это говорит о чем? О том, что, с одной стороны, система за последние 5 лет стала работать гораздо более эффективно, нежели в предшествующий период, но, с другой стороны, это приводит нас к мысли о том, что мы постепенно подходим к тому порогу, когда стандартными методами, всем нам известными, прозрачными, доступными, противодействовать недобросовестным субъектам и их сомнительным операциям будет практически невозможно. И понятно, что мы в этом смысле должны двигаться дальше, в том числе с учетом текущего прогресса в IT-технологиях, развития цифровой среды. И, как вы знаете, Банк России некоторое время тому назад анонсировал тему, связанную с возможностью создания ресурса, актуальность которого поддерживалась бы Банком России, в рамках которого любая финансовая организация, взаимодействующая с клиентом, могла бы получать объективную информацию о риск-профиле такого клиента. О чем идет речь? На сегодня, как вы знаете, система построена таким образом, что каждый финансовый институт локально должен выполнять весьма широкий набор базовых стандартов в сфере противодействия легализации. При этом текущее законодательство практически не дает возможности финансовым институтам обмениваться такой чувствительной информацией. Мы с вами знаем, что, конечно, на полях такой обмен происходит, но другое дело, что, еще раз повторюсь, формализованно такой обмен ничем не подтверждается, и ничем не регламентируется. Поэтому в этом смысле каждый финансовый институт выступает в качестве одного воина в поле, и он не понимает, каким образом того же самого клиента могли оценить его коллеги из других финансовых институтов. Для того, чтобы переломить эту тенденцию, опять же, чуть возвращаясь назад, о чем я уже сегодня говорил, было принято решение, вот эту информацию об отказах в проведении операции, заключении договора банковского счета, расторжении договора банковского счета, не хранить в одной точке, а такой точкой до недавнего времени являлась Федеральная служба по финансовому мониторингу, а дать возможность любым финансовым институтам получать информацию о том, а как к новому либо текущему клиенту относятся другие финансовые институты. Ну и, как вы понимаете, речь идет о том, что вот этот перечень лиц, в отношении которых были реализованы полномочия по отказам, стал циркулировать на официальном уровне, на основании изменений внесенных закон о противодействии легализации, профильных нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга, этот перечень стал циркулировать по финансовой системе. Любой финансовый институт, заинтересовавшись вопросом о том, а как его клиент оценивается их коллегами, может обратиться к этому перечню. Ну и позитив здесь в чем? Позитив этого перечня заключается в том, что мы победили такое явление, как так называемые мигрирующие клиенты, которые переходили из одного финансового института в другой, по мере того, как предыдущий в полном объеме в отношении таких групп клиентов реализовывал противорегуляционные требования. Ну, простой пример. Да, группа клиентов проводит сомнительные операции в одном банке, которым, естественно, нужно определенное время для того, чтобы такую группу идентифицировать, выявить их операции, реализовать полномочия по отказам. В течение этого времени эта группа все свои черные делишки сделала. После того, как системы финансового мониторинга в отношении таких клиентов срабатывают, они из этого банка уходят, переходят на обслуживание в другой. И так могло продолжаться до бесконечности, но с учетом того, что в Российской Федерации пока еще несколько сотен банков. Поэтому для того, чтобы вот эту миграцию недобросовестных клиентов в природе пересечь, и было принято решение о том, что информация, которая аккумулируется об отказниках в Российской Федерации, через Банк России, доводилась бы до всех, в первую очередь, кредитных организаций. С одной стороны, позитив. Но, как мы с вами знаем, был и всплеск определенной негатива. Почему? Потому что многие финансовые институты стали перестраховываться, и только по факту того, что обнаруживали клиента в перечне отказников, автоматически начинали реализовывать в отношении него все рестриктивные меры, что принципиально неверно, и что изначально идеологически не поддерживалось. И Банк России всегда говорил о том, что да, эта информация должна приниматься во внимание, но окончательное решение по квалификации клиента в качестве сомнительного, подозрительного нужно делать на основании громадного количества факторов, и не ограничиваться только тем, что информация о субъекте содержится в перечне так называемых отказников. Ну, там есть определенные причины, почему эта тема вызвала такой ажиотаж. По экспертным оценкам, в том числе внутри Банка России, эта тема в значительной степени подогревалась искусственно, но, тем не менее, факт был налицо. Такая проблема имела место быть. Поэтому возник вопрос, как же сделать так, чтобы с одной стороны инструмент был эффективным, а с другой стороны, чтобы он не бил дубиной по добросовестным клиентам кредитных организаций. Ну, и здесь есть подходы ближнесрочного реагирования и подходы, связанные с перспективой развития системы идентификации клиента. Что было сделано в тех способах, которые доступны Банку России на сегодняшний момент? Как вы знаете, опять же, по инициативе ЦБ в законодательство были внесены изменения, которые позволили Банку России выступать в качестве фильтра на пути информации об отказниках из Росфин-мониторинга до кредитных организаций. Если раньше мы перечень отказников доводили до финансовых институтов без каких-либо ограничений по перечню субъектов, то на сегодняшний день, с апреля 2019 года, мы по системе ретранслируем информацию только о тех клиентах, которые действительно были квалифицированы финансовыми институтами в качестве клиентов высокого риска. И оценка финансовых институтов поддерживается мотивированным заключением Банка России. И по нашим ощущениям, вот этот ажиотаж вокруг отказников стал постепенно снижаться. Ну и, собственно, конкретные статистические данные говорят о том, что действительно острота проблемы постепенно сходит на нет, хотя еще в какой-то степени сохраняется. Что можно сделать на перспективу, чтобы, с одной стороны, повысить эффективность системы, с другой стороны, снизить нагрузку на клиентов кредитных организаций, в первую очередь представителей среднего и малого бизнеса. Ну, я уже определенный анонс сделал в этой части. Банк России очень долго изучал, ну, не с прошлого века, конечно, а долго, я имею в виду, в разумном понимании этого срока, необходимого для глубокой проработки вопроса со стороны экспертного уровня, изучал тему, связанную с тем, чтобы создать некий информационный ресурс, к которому бы имели доступ все финансовые институты, и в котором бы аккумулировалась информация о профиле риска клиента. Почему Банк России именно задался этим вопросом? Потому что, ну, ни для кого не секрет, я уже отчасти об этом сегодня говорил, если каждый финансовый институт выступает в поле как один воин, то Банк России – субъект, который находится на вершине информационной пирамиды, и многие вещи, которые невидимы каждому отдельному банку, видны Центральному банку, который отслеживает все цепочки платежей, анализируя платежную систему. В первую очередь те платежи, которые проходят через корреспондентский счет, открытый в Центральном банке. Так вот, мы, безусловно, такую информацию чувствительной в рамках консультативного надзора делимся с финансовыми институтами и сегодня, но это, как сейчас модно говорить, происходит в так называемом ручном режиме, что постепенно начинает себя исчерпывать с точки зрения эффективности. Так вот, соответственно, мы изучали возможный опыт в других государствах создания такой темы, прорабатывали технико-технологические вопросы внутри Банка России на эту тему и пришли к выводу о том, что мы готовы рискнуть и такой ресурс создать и поделиться чувствительной информацией с финансовыми институтами. К сожалению, получилось так, что международного опыта адекватного на эту тему не было и нет. Все, что было сделано на эту тему в ряде европейских государств, в Соединенных Штатах Америки, в ряде стран Юго-Восточной Азии, и здесь, как правило, в качестве наиболее позитивного примера приводится информационная база Киева-Си, которая была создана в Республике Сингапур, к сожалению, далеко от того, что себе представляет Банк России. Да, такие информационные базы существуют, но они, как правило, ограничиваются только максимальным объемом идентификационной информации о конкретном клиенте, и никто не берет на себя труд взвешивать эту информацию с точки зрения степени уровня риска подверженности проведения сомнительным операциям. Есть определенный аналог такой системы, но в весьма зачаточном состоянии в Южноафриканской Республике. Там функционирует так называемая система Киева-Си Утилити, но это, опять же, далеко от того, что хотел бы видеть Банк России и чем бы хотели воспользоваться финансовые институты. Мы на сегодня говорим о создании полноценной системы «Знай своего клиента» – ЗСК-платформа, Киева-Си-платформа, обратившись к которой, банк мог бы понимать, в какой зоне риска тот или иной субъект находится. Каковы позитивные моменты создания такой системы? Как мы с вами уже говорили, основное бремя выявления недобросовестных клиентов лежит на кредитных организациях. При этом недобросовестные клиенты не стоят на месте. Методы проведения сомнительных операций постоянно совершенствуются, усложняются, используются современные IT-цифровые технологии. И в этом смысле издержки финансовых институтов, в первую очередь банков, на поддержание систем финансового мониторинга в эффективном состоянии, естественно, растут. И это первый момент, который требует вмешательства со стороны регулятора. Второй момент, тесно связанный же с этим, по мере того, как усложняются схемы проведения сомнительных операций, по мере того, как финансовые институты тратят все больше и больше ресурсов на поддержание противодействующих систем в актуальном состоянии, возникает другая сторона вопроса. В результате и добросовестные клиенты начинают испытывать на себе повышенный прессинг со стороны кредитных организаций, вынужденно отвечая на дополнительные вопросы, представляя дополнительную информацию и документы, при этом без какой-либо гарантии того, что и в отношении добросовестного клиента не будут реализованы полномочия по отказу. Поэтому, как я уже говорил, в этом смысле создание такого централизованного ресурса, по крайней мере, на сегодня, по мысли Банка России, несет позитив как для финансовой системы, для кредитных организаций, так и в не меньшей степени для клиентов кредитной организации. В общем и целом, схематично мы исходим из того, что в режиме реального времени финансовые институты, в первую очередь банки, будут получать информацию к оценке со стороны регулятора каждого конкретного клиента. И схематично все клиенты будут подразделены на три группы по принципу светофора – красный, желтый, зеленый. Если клиент попадает в красную группу, то это однозначно тот, в отношении которого сработало большое количество триггеров, позволяющих сделать вывод о том, что клиент однозначно проводит сомнительные операции. Желтая группа – это там, где признаки могут присутствовать, но при этом все прекрасно понимают, что и экономически обоснованная легитимная деятельность также может отвечать определенным триггерам сомнительности. И третья зона – зеленая, когда никаких вопросов, никаких претензий к клиенту ни со стороны финансового института, ни со стороны регулятора нет. Многие эксперты очень настороженно оценивают такую инициативу Банка России, говоря о том, что если сегодня можно апеллировать к банку, воспользоваться процедурами реабилитации, определенными в законе о противодействии легализации, то как быть в этом случае, когда информация централизованная о риске клиента доводится до банка и вроде бы как не к кому апеллировать. Действительно, такой вопрос имеет право на существование, но прежде чем мы озвучили мысль создания такого централизованного ресурса, мы провели анализ того в текущей ситуации, а какое количество клиентов будет пропадать в красную и желтую зону. Так вот, на сегодня, по оценкам регулятора, в эти обе зоны будет попадать не более чем полтора процента от общего количества клиентов финансовых институтов. При этом, если говорить о красной зоне, то этот объем колеблется от 0,4% до 0,6%. Поэтому в этом смысле никаких дополнительных рисков, которые бы возникли в деятельности добросовестных клиентов, ну, по крайней мере, мы так надеемся, возникнуть не должно. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, это, которую в том числе признана решить система ЗСК, ЗСК-платформа «Знать своего клиента», это тема так называемых «миксующих клиентов». О чем идет речь? Прошу прощения за жаргон. Миксующие клиенты – это те, которые помимо того, что занимаются реальной хозяйственной деятельностью, экономически обоснованной, еще подрабатывают на том, что проводят сомнительные операции. И это в корне отличается от той ситуации, которая была еще год-полтора назад, когда для проведения сомнительных операций создавались специальные технические компании, которые только тем и занимались, что проводили сомнительные операции. Сейчас такая ситуация практически не встречается, что представляет собой новый вызов как для финансовых институтов, так и для Центрального банка. Сейчас мы ведем работу такого уже рутинного технико-технологического плана, разрабатываем функциональные требования функционирования этой платформы. По оптимистичным прогнозам мы надеемся, что платформа должна будет заработать ориентировочно во второй половине 2021 года. И, коллеги, еще, наверное, последний момент, о котором я не могу сегодня не сказать, это та тема, которая много дискутировалась с нами, с коллегами из Росфинмониторинга, это тема повышения эффективности системы репортирования о сомнительных операциях. Ну, вкратце вам напомню, сегодня система состоит из двух позиций и основана на том, что есть операции, подлежащие обязательному контролю, о которых банки, вне зависимости от своего отношения к этой операции, должны репортировать в финансовую разведку. И вторая крупная группа – это, собственно, те, в отношении которых возникает подозрение, что эти операции могут быть связаны с ОДФТ. Как вы знаете, объем сообщений, которые банки направляли в финансовую разведку, ежегодно увеличивался. По итогам 2019 года, по официальным данным Росфинмониторинга, количество направленных сообщений превысило 25 миллионов. Ну и здесь возникает вполне логичный вопрос. Как работать с таким массивом информации? Как из этого массива информации вычленять рациональное зерно, тем более, что это не работа ради самой работы, а результатом работы финансовой разведки по оценке этой информации должна быть передача материалов в правоохранительные органы, которые тоже, в свою очередь, должны провести все процессуальные процедуры и довести дело до суда. Так вот, в конечном итоге, сейчас есть понимание того, что система нуждается в модификации. Безусловно, обязательный контроль сыграл свою положительную роль, наполнив базу, информационную базу Федеральной службы по финансовому мониторингу, но дальше мы должны переходить к работе по сути, а не по форме. Мы должны репортировать, ну я имею в виду в целом систему, должны репортировать финансовую разведку информацию только о тех операциях, которые действительно отвечают большому количеству триггеров сомнительности. И когда и банк, и финансовая разведка уверены в том, что действительно это тот клиент, с которым нужно работать по тем правилам, которые определены законам о противодействии легализации и законами, которые инвестируют деятельность правоохранительных органов. Соответствующий закон в первом чтении принят Государственной Думой. Сейчас совместно с коллегами из финансовой разведки мы ведем активную работу по подготовке его ко второму чтению. Надеюсь, что новые подходы к репортированию будут приняты Думой до конца первого полугодия текущего года, ну и заработают не позднее, чем в начале 2021 года. Спасибо за внимание, коллеги. Илья, спасибо большое. Вы настолько глубоко погрузили наш зал в проблематику, что часть бота у меня просто взорвался от вопросов, поэтому я вам задам один из них, только если можно, коротко. После хищения денежных средств у клиента преступники легализуют полученный преступный доход путем перечисления денег на подконтрольные счета. Планирует ли Банк России принимать таким операциям меры, предусмотренные 115-м федеральным законом? Ну, вы знаете, вопрос, что называется не в бровь, а в глаз, но только сразу хочу сказать не в мой глаз и не в мою бровь. Почему? Потому что, строго говоря, Банк России это не тот субъект, который примитительно к этой ситуации должен предпринимать конкретные меры. Все-таки мы с вами должны понимать, что система многоуровневая, Банк России в данной системе выступает в первую очередь как регулятор, как надзорный орган, и только факультативно, как орган, который может с финансовыми институтами делиться дополнительной информацией. Поэтому на рубеже атаки это в любом случае банки. Банк России хоть и видит многое, но не видит все. И если, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, мы говорим об оценке деятельности конкретного недобросовестного клиента. Я, может быть, сейчас вам раскрою тайну, но это правда. Никто не знает так своего клиента, как кредитная организация. Его не знает ни Банк России, ни даже, при всем моем уважении, к отсутствующим здесь коллегам из финансовой разведки, его не знает финансовая разведка. Поэтому первый рубеж обороны это всегда банк. Но, естественно, при методологической помощи Банка России, Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Илья, спасибо большое за ответ. Коллеги, мы с вами послушали мнение представителей Министерства внутренних дел. И у нас на секции присутствуют представители Генеральной прокуратуры. Данное ведомство осуществляет надзор как за расследованием преступлений, так и за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Поэтому я хотел бы задать вопрос Дмитрию вам. Какую работу проводит прокуратура в части борьбы с кибермошенничеством? И какие проблемы вы видите в данном сегменте работы? Добрый день всем. Спасибо, Вадим, за вопрос. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прокуратура на постоянной основе проводит работу с кибермошенничествами в рамках надзорных полномочий. Как уже сказал Филипп, в прошлом году было зарегистрировано 300 тысяч преступлений в сфере деятельности. Я бы еще хотел добавить, что 300 тысяч преступлений в 2019 году это на 68% больше, чем в 2018 году, а также в два раза выросло количество преступлений, связанных с использованием кредитных карт. Данный рост наблюдается во всех регионах нашей страны. Больше всего, конечно же, это одна треть, это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград. Для помощи гражданам планируется создание специализированного ресурса по приему сообщений о инцидентах, связанных с кибермошенничествами, но в настоящее время, к сожалению, не определенно ответственность за его разработку. Ну и самый большой проблемный вопрос это то, что данный вопрос на текущий момент законодательно не урегулирован. Поэтому, к сожалению, концепция разработана данного специализированного ресурса, но более конкретно обсуждать вопрос такой преждевременный. Также, коллеги, на нашей секции присутствует Алексей Вайлуков. Алексей, сегодня Ассоциация Банков России насчитывает более 300 участников кредитно-финансовой сферы. Соответственно, возникает вопрос, как участники Ассоциации Банков России оценивают уровень взаимодействия с правоохранительными органами, а также какое содействие готова оказать сама Ассоциация в этом направлении? Спасибо за вопрос. Добрый день всем. Начну с тех цифр, которые здесь были озвучены сейчас, чуть раньше, которые немного шокируют. 300 тысяч заявлений, которые зарегистрированы за прошлый год. Это баснословная цифра. Не очень понятно, сколько из них все-таки дошло до суда и какое наказание они получили, чтобы больше не повторять этого. Потому что там более 15 тысяч участников, которые есть. Это просто какая-то армия масштабная. При этом то взаимодействие, которое есть или которое должно быть, о котором мы пытаемся здесь говорить, в рамках различных ведомств и финансовых учреждений. За прошлый год из слайдов, то, что Вадим показал, было всего лишь чуть больше 180 совместных случаев расследования и помощи оказанных правоохранительным органам. Это меньше 1,1% из того объема, громадного, который есть. Действительно, в рамках различных учреждений, организаций каждый пытается проводить работу и бороться, но просто по отдельности здесь никто не сможет справиться. В чем вообще вся проблема данной ситуации? Там пять моментов ты отметил. Низкая киберграмотность населения. Про это мы уже говорили в начале на предыдущей сессии. Непривычный способ общения, который появился у населения, тоже очень хорошо было на предыдущей сессии озвучено, что мы привыкли, нам родители говорят, не общаясь с незнакомым человеком, отойди там, относись к нему осторожно. Это все уже в крови у нас. Здесь появляется дистанционный способ общения, когда нам отзванивают, отзванивают в тот момент, когда мы не готовы общаться, мы заняты, мы не знаем, с кем мы общаемся, мы всегда думаем почему-то только о хорошем и именно эти мошенники пользуются, получая ту информацию, ведая у простых граждан. Третий момент это, наверное, скажем, безалаберность сотрудников, отдельных сотрудников финансовых учреждений или наоборот даже, скажем, преступная халатность, когда они в рамках личного обогащения готовы ту информацию, которая есть, хранится в финансовых учреждениях передавать, продавать, сторонним группам подзарабатывая. Много было публикаций по различным банкам за прошедший год, но на сегодня, я, честно говоря, не знаю, были ли хоть какие-то наказания или возможно ли наказание тех сотрудников за те хищения и воровство, которые они делают. Понятно, что финансовым учреждениям нужно предпринимать меры для того, чтобы не допускать пресекать такое, но человеческий фактор просто невозможно за каждым своим сотрудником поставить сотрудника безопасности. Слабая уголовно-процессуальная база, законодательная база, о чем я уже тоже сказал. То есть при выявлении каких-то схем, выявлении групп наказать, достойно наказать, получается, государство на сегодня не может. Надо менять, потому что та законодательная база просто не ориентирована в то цифровое поле, которое есть сегодня. Ну и самое главное, это та присутствующая бюрократическая схема взаимодействия между ведомствами, где каждый говорит о том, что у него есть свои регламенты, нормативы, законы, взаимодействия, что он может, что не может раскрыть и что как раз и приводит к тому, что все процесс затягивается и мошенники этим пользуются. Что мы видим, когда у гражданина похищают средства. Да, вступил в силу 167 закон, он уже действует год с лишним, который обязывает пресекать попытки хищения средств граждан. И банки здесь очень хорошо работают и отладили всю эту схему. В основном, конечно, это смогли отладить крупные банки, у которых больше клиентская база, и которые обладают достаточными техническими средствами, настроив свои системы. Но что делать, когда все-таки эти деньги ушли? Гражданин обращается в свой банк, пытается вернуть эти деньги. Естественно, тут законодательной никакой основы под это нет, не получается. Ему нужно обратиться в правоохранительные органы, чтобы там уже зарегистрировали, возбудили это дело. Причем ему нужно представить доказательства, доказательства на бумаге, письменно принести, что это произошло похищение. Он обращается в центральный банк с просьбой помочь в содействии. Центральный банк, скажем так, конечно, обращается в ту кредитную организацию, где это произошло, но гражданин присылает такой формализованный ответ с краткой инструкцией, что ему нужно делать. Дальше ему нужно идти в суд или проходить в суд. Наверное, я не буду вам рассказывать, насколько это может месяцев, иногда лет затянуться весь круговорот, чтобы доказать, получить, найти, осудить. А при этом на том же слайде мы видели, что вывод средств происходит за 1-2 часа всего лишь. За 1-2 часа деньги уходят, а год-два мы потом ходим, доказываем, ищем, кого уже найти невозможно. И самое, что в этом ситуации плохое, что страдают наши граждане это раз, и самое главное, что виноваты в их мнении и взгляде получается то финансовое учреждение, откуда были эти деньги похищены, хотя оно предпринимает все необходимые меры. Что нужно сделать, именно в отлаживании этой схемы взаимодействия. Самое основное, конечно, это наладить двухсторонние взаимоотношения между всеми ведомствами, исключив тот формально бюрократический аппарат, который присутствует. В Центральном банке есть достаточно серьезная аналитическая база, и по всем данным, это и Илья рассказывал в своем докладе. Вот этой базой нужно дать возможность пользоваться всем остальным учреждениям, в том числе и правоохранительным органом. Понятно, что не подключаясь напрямую, но возможность получать необходимую информацию и сведения в течение часа другого. Дать возможность получать эту информацию службам безопасности коммерческих банков, которые здесь тоже работают на то, чтобы помочь и вернуть средства своих клиентов. Они заинтересованы, чтобы помочь своим клиентам. Нужно наладить именно электронную взаимодействие, чтобы уйти от того, что той привычной схемы, когда физлицо, у которого похищены деньги, должен идти в прохранительные органы, писать заявления, писать бумажки. Прохранительные органы должны подавать, готовить громадное количество очередных бумаг, обращаться в суд, суд опять хождение бумаг происходит, чтобы начать что-то делать, получать информацию. Вполне возможно наладить электронное взаимодействие между пятью, здесь, мне кажется, сторонами-участниками, это гражданин, банки, центральный банк, проходительные органы, суды, где по обращению гражданина в то финансовое учреждение, где он обслуживается, может в электронном виде возбуждаться, точнее организовываться заявка с его подписанием, которые от его имени банк может направить в центральный банк, проходительные органы и дальше автоматом передаваться в судебные инстанции, чтобы именно сократить, радикально сократить то временно на возможность начала расследования тех процессуальных действий. Нужно изменить самое главное наказание. Вот та армия, громадная армия 15 тысяч человек, которые выявлены, орудуют, на самом деле их значительно больше. Почему они идут в эту сферу? Потому что деньги хорошие, большие, а наказания за это нет. Даже если их найдут через год-два, может быть, для внешней популистской или показательной деятельности одного-десяток человек как-то привлекут условно, все остальные выйдут и продолжат свою работу. Передут они то наперстниками занимались, то финансовые пирамиды, то еще что-то. Люди просто переходят и зарабатывают этим, потому что нет достойного полноценного наказания. Нужно менять законодательство, чтобы те машин, во-первых, задумались о вхождении в этот бизнес, а если вошли, то достойно получили, чтобы второй раз уже не повторяли свои ошибки, скажем так. Мы готовы в этом плане работать как ассоциация. У нас есть комитет по информационной безопасности, он достаточно регулярно собирается, в нашей площадке происходят различные обсуждения механизмов, присутствуют не только наши участники, там банки или IT-компании, компании, которые занимаются информационной безопасностью, но мы приглашаем и центральный банк, и правоохранительные органы и пытаемся выработать именно те механизмы решений взаимодействия, которые позволят нам всем все-таки предотвратить эту нарастающую как снежный ком проблему, которую, если не остановить час, она, не знаю, валом накроет нас всех. Я попрошу, если есть у участников, еще дать какие-то рекомендации, пару рекомендаций от каждого из вас для того, чтобы повысить уровень борьбы с преступлениями в данной сфере. Илья. Важная тема, которую я сегодня упомянул, хотя острота которой снижается, но тем не менее она остается, это отказы со стороны банков проведения операций. В широком смысле этого слова не ограничивается только юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с такими проблемами сталкиваются и физические лица. Тут очень важен вопрос коммуникации с банком. Все-таки мы исходим из добросовестности тех действий, которые банками предпринимаются, и если вдруг, не дай бог, кто-то столкнется с тем, что его операция не проводится, опять же, по основаниям, которые определены 115-м федеральным законом, тут не нужно сразу хвататься за голову, кричать, что все пропало. Первая задача, уж простите, так сформулирую, так поставлю этот вопрос, первая задача, которая стоит перед клиентом, в отношении которого было реализовано полномочия по отказам, это скоммуницировать с банком. Мы сейчас проводим дополнительные мероприятия, направленные на то, чтобы банки в режиме реального времени, в очень доступной визуальной форме клиенту сообщали о том, что его операция не проведена и по каким причинам это сделано, и в данном случае, как я уже сказал, задача клиента объяснить банку, в чем суть проводимой операции, с тем, чтобы, во-первых, конкретная операция была проведена, и с тем, чтобы в последующем в отношении таких операций, такого же рода, конкретного клиента, банк не реализовывал полномочия по отказам. Если коммуникация с банком не сработала, тогда еще раз обращаю всех внимание на то, что на уровне закона сформулирован, по нашему мнению, достаточно эффективный, хорошо себя зарекомендовавший институт так называемой двухуровневой реабилитации. Первое, реабилитация на уровне банка, второе, в случае, если по каким-то причинам банк не счел ваши аргументы достаточными, это реабилитация на уровне межведомственной комиссии, которая состоит из представителей Банка России и Росфинмониторинга, которая рассматривает каждую жалобу, поступающую на эту тему. Спасибо. Спасибо большое. Валерий, рекомендации от вас. Да, тут два момента, которые хотел бы выразить. Первое, вот мы начали социального инжиниринга, и я думаю, что не стоит о нем забывать. И момент такой, вот в прошлом году Банк России издал учебник для школьников по финансовой грамотности. И основы финансовой грамотности, ну, фактически, там, для постоянного преподавания школьникам были заложены. В общем, мне кажется, имеет смысл и в отношении кибербезопасности, и в отношении вообще, в принципе, нелегальных схем, вот такую практику продолжать, и не только для школьников. Момент финансовой грамотности, он важен для всех поколений, и про бабушек говорили, и что самые активные сейчас жертвы, это не бабушки как раз, а наиболее экономически активные слои населения, 30-50 лет, наверное. Это первый момент. Второй момент, Дмитрий Германович в своем выступлении затронул надежду на то, что в весеннюю сессию будет рассмотрен законопроект по прекращению деятельности фишинговых сайтов и финансовых пирамид. Вот я надеюсь, что вот этот закон, если он будет принят, и механизм, он поможет быстро прекращать деятельность сайтов и финансовых пирамид, в том числе, и не допускать разрастания таких организаций в крупные, масштабные, и фактически работать на благо граждан, закрывать, как только подобные сайты будут выявлены, их деятельности, а не давать возможность этой рекламе распространяться, пока все механизмы не будут задействованы. То есть, механизмы досудебной блокировки. Спасибо большое, Валерий. Филипп, вы что-то прокомментируете, дадите какую-то рекомендацию? Уважаемый коллега, вы же знаете, основной принцип предупрежден, значит вооружен. Конечно же, вы непосредственно общаетесь со своими клиентами, это информирование, информирование, информирование. Ну и второй момент, это взаимодействие с нами, с правоохранителями, для того, чтобы мы могли бежать по этим электронным следам и с вашей помощью в том числе выявлять как раз те счета, где, допустим, концентрируются похищенные средства и так далее, и так далее. То есть, взаимодействие. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий, вы прокомментируете что-то? У меня больше обращение к правоохране присутствующей, потому что видим, существует проблема такая, иногда по понятным причинам, так как Филипп озвучивал тема новая для всех, поэтому иногда существует отсутствие желания, можно сказать, правоохрану возбуждать данные дела, доводить их до суда, к сожалению. Ну и хотелось бы как рекомендацию это повышение прозрачности регистрации данных правонарушений с использованием разрабатываемой Генеральной прокуратурой государственной автоматизированной системы правовой статистики, которую мы планируем в 2022 году ввести в промышленную эксплуатацию, потому что сейчас все ведомства правоохранительные используют собственные системы ведомственные по регистрации правонарушений, ну хотим, чтобы была одна единственная в общем. Спасибо. Спасибо большое. Алексей, ну вы свой комментарий уже дали, что делать ассоциации, есть что добавить? Ну еще раз повторю два момента. Первый, все-таки, что центральную банку надо взять на себя центр аналитический, с учетом созданных систем, там шикарная система анализа движения средств по корще безнала, есть шикарная система анализа, не многие об этом знают, движение наличных денег, где центральный банк может определить каждую купюру, там на нее заведен паспорт, где она уходит, у кого она уходится в кармане. Так что отследить они могут все. Главное наладить взаимодействие. Ну и вторая вещь, это наладить все-таки то двухстороннее, там многостороннее взаимодействие между всеми ведомствами, да, собравшись, мы готовы выступить той площадкой, на базе которой собрать всех, да, и выработать именно ту оперативную схему взаимодействия, уйти от тех бумаг, которые ходят годами, формируются какие-то непонятные досье, дела там и прочее, прочее, которые не приносят пользу. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!